нахуй падаешь в пизду коня вверх блять у тебя просто температура ты прыгаешь сразу за лекарствами или что почему ты почему ты играешь доту как бот почему ты всегда играешь так хотя ты играешь не долго я просто играю я просто играю я не знаю куда выпрыгнуть но я не руиню людям игры я не руине людям игры я просто играю таким образом я руиню смысле ты падаешь к нашим на точку зачем ты меняешь игроков и заходишь потом негативишь я пойду в речку суициде зачем просто не хотел играть а зачем тогда пошел все 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 нами ваде все изначально было нормально когда к тебе никаких ты говоришь я адресую слова в твою сторону почему ты так решил почему ты так решил потому что я зачинщик грубо говоря этого шоу матча и ты сейчас говоришь когда мы начали играть по вашим правилами позвал я не знаю хорошо хорошо ростик хорошо ростик когда ты когда ты когда тебя зовут на шоу матч эвелона против сосовота когда в первый день стремлю я потом глеб ты же головой своей должен понимать да ты же ты же не глупый и ладно ты был глупый вообще с тобой не разговаривал ты не ты же понимаешь что я и глеб зачинщики этого шоу матча ты же понимаешь да ну то есть когда ты меняешь игроков например когда ты спрашиваешь это у глеба хорошо это в кидон глебу почему я не знаю почему мне глеб не написал хорошо тут нет твоей проблемы зачем ты после игры заходишь ты же понимаешь что у вас было явное преимущество явное во второй день да вы были намного сильнее зачем ты говоришь что мы ноем я просто говорю по факту я просто говорю факт есть факт надо падать сверху зоны снизу зоны у тебя ребята в третьей игре падают самый центр это правильно ростик вот давай по фактам гриб это правильно они упали в центр да они упали в центр зонда они должны лететь вниз мы должны были лететь вверх ты вообще упал вверх сам к моим ребятам на голову ладно ничего страшного сказали ростик не умеет играть ничего страшного пусть едет на велике мы это спустили твои ребята у тебя 15 грубо говоря про сценарий короков тир-2 урон тир-3 падают самый центр зоны это не это правильно нет хоть ну я честно сказать но я не знаю почему они туда упали я спрашиваю где мы спокойно максимально спокойно смотри твои ребята не твои ребята падают ребята команды со совота в центр зоны я говорю константирую факт я говорю ребята упали в центр зоны когда должны упасть вниз я ною или нет эти этой фразы ну ты не новать ты не ноешь но я просто тысячи спрашиваешь почему они упали но я-то откуда за так ростик ты говоришь что мы ноем а мы говорим ребят есть правило не падать в центр зоны центр вот этой центр карты мы обсуждали что одни падают выше нее одни падают ниже нее в первый день все было замечательно все было отлично мы провели день мы были в ахуе как так все получилось во второй же день начался пиздец у тебя люди которые в твоей команде были они были очень сильно они падали просто сразу в центр понимаешь то есть заведомо заведомо не хорошо это не твоя проблема но я тебе говорю что я не сори сказать я ты понимаешь о чем я тебе сейчас говорю вообще я тебе говорю о том что ты говоришь что я ною а я просто тебе говорю факт факт о шоу матча что нельзя было падать центр они падают центре я это говорю словами ты заходишь и говоришь они ноют а где ною если говорю факт а теперь ростик представь ростик представь что было бы если бы все было наоборот если бы я пришел я бы себе добрал бы игроков и вы бы были в ахуе да как бы вы орали как бы вы орали до меня бы наху тут уже школьники ждали под моим блять бомонте понимаешь вот меня ждут меня уже ждут на улице что ты думаешь меня тут не сет что вот этот я раз пишет у тебя в стиме опусти этого и не говори ничего этому картофель учил ты же больше извиняться за это он тебе в стиме писал я разу не подливаю масло в огонь про картофельного чел да боже боже ты мой да ты это пишешь про картофельного ты вообще кто все я это нормально по твоему это нормально по твоему ну у меня я раздал бою захожу захожу в чат к серёге ты не ты не видел что там творилось ты не видишь это ростик росте фаде фаде ну я я не хочу к себя какие-то стягиваются эти улики происшествия рост я сижу я сижу у глеба это брат я сижу у глеба давай вот без без хейта без ничего я сижу у глеба говорю у меня клим говорит говорит ребят состав небалансный у вас очень много профессиональных игроков я говорю давайте играть так у весь чат глеба нытик 192 вадя ноет вадя ноет я я говорю давайте играть похуй давайте доиграем посмотрим что будет хотя мои ребята поверь они сразу поняли что нам пизда вот я не говорю открой пожалуйста телеграм и посмотри скриншот я тебе такие же покажу нет открой телеграм открой телеграм посмотри просто смотри ты думаешь эти не найду таких же скриншотов посмотреть так нет я такого не видел давно блин подожди ты такого не видел давно а я тебе объясняю смотри есть мнение есть контр мнение когда после спорной ситуации ты выступаешь с какими-то словами будь добр жди ответную реакцию это максимально нормально если ты после ситуации в которой ты не разобрался и ты не понимаешь какая все-таки сторона права ты начинаешь делать скиды ну тогда будь добр ты не маленький мальчик жди ответную реакцию от аудитории это максимально нормально а как ты хотел ты думал что произойдет так что ты что я сделал такого я не не стримлю уже две недели потому что меня банит всегда я меня глеб пригласил на этот побочи фортнаде не знаю я сыграл хоть первый раз мы обсуждаем нормально мы обсуждаем нормально как взрослые люди не нужно давить на жалость на меня это никак не повлияет ты говоришь про стримы и про температуру на меня это не повлияет отказаться просто и все ты мог просто ростик ты стримишь доту самую токсичную игру в ру комьюнити ты стримишь доту где оскает маму каждый второй игрок и ты до сих пор реагируешь на такие слова ростик это не нормально у меня такого не было ну как это не было ростик ну как это не было вот у тебя недавно была перепалка тебе также сама писали гадости типа ну а теперь а теперь ростик зачем вот 5 5 извини что перебиваю 5 минут назад ты сказал то я у я фрик 2k ммр чего просто над ними унижаюсь это чё такое но это факт я тебе это говорил я тебе говорил это и в дискорде я это говорил на стримах говорю я говорю я не понимаю типа ну я говорил по паузу баути хантера с шестю рапирами я показывал на стриме а ты не считаешь это контентом или мне сидеть всю жизнь на десять тысяч вот это играть смотри смотри я считаю это контентом я считаю это контентом но отчасти я тот игрок который имеет три тысячи pts и который играет против вот таких людей испытая испытая не кайф и здесь сейчас половина чата очень малого рейтинга и когда их заходят их башут им не супер кайф это понимаешь но мы не можем вкидывать за это это просто твой контент окей но я же говорю по факту это то же самое что я сейчас начну стримить кс буду заходить на калаши и буду ебашить всех на калашах радоваться это же самое тебе никто за это не навтыкивает эти просто говорю ты сказал что у тебя есть две тысячи часов и ты играешь как говно у кого у нас две тысячи часов у кого у кого у нас две тысячи часов ты у хелина у этого еще у кого там еще это у тебя хелин ну неважно блин ну вот у этого у водки хорошо он нормально играет хорошо ну еще вот это смотри пока молодой пока молодой так это специальный игрок это именно в команде это у нас первая команда десаута команды саут это контракт команды ростика у нас из хороших чатеров из сильных чатеров год пик кто у нас год пик водка и кто еще бездарь все нас три человека три чатера которые умеют играть всего три понимаешь у вас в каждой команде добавилось по несколько про игроков а у тебя добавился полный состав вела который мы видели на каждом скриншоте в конце игры хорошо я тебе говорю это даже в кит не тебе тебя за это никто не хуесосит если что если ты не понимаешь что за то что ты поменял игроков тебе никто не хуесосит тебе тебе разрешили помять игроков у тебя под тг посте ростик ху-сос ростик ху-сос 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 все комментарии я тебе говорю свое мнение я тебе говорю свое мнение я если что у меня нет какой-то кнопки которую я могу нажать и повлиять на весь чат но я думаю что адекватные разумные люди понимают что то что ты поменял состав тебе когда тебе разрешил глеб это ничего там плохого нет и в этом не виноват ты получил по факту тебе ты получил за свои последние слова только за свои последние слова все ты ты ни в чем не виноват вообще ты спросил ты спросил по полу состава я виноват за свой кривой базар я это понимаю да но больше когда нему на эмоциях это пойми это другое воде обезда объясни свои эмоции вот здесь в клипах объясни свои эмоции что ты чувствовал почему ты сказал так что мы ноем давай запусти клип хорошо смотри какой клип один и второй есть запуска клипа я тебя жаска вот эти демку включу вот объяснить свои эмоции победившие команды ты включил демку сейчас включу прожить нас смотрю и проспали когда люди плакают когда люди плакают никто не плакать успокойтесь вы когда у них у каждого но тут я газанул слишком мы не в ту сторону да потому что блин ой-ой-ой-ой-ой это такая глупо чувачь стой я щас объясню позже позже ростян ты по факту ну ты не виноват ни в чем ты просто решил создать контентика или я не знаю ростик что-то решил вкинуть и ты просто за это получил негативную реакцию все ты если бы ни слова не сказал когда ты после твоей фразы что ты ростик послушай подожди не перебивай ты после твоей фразы ты зашел бы в дискорд и сказал бы вать а я спросил глеба по поводу состава все ты абсолютно прав во всем к тебе ни единого вопроса ты понимаешь это если ты не вкинул вот эту систему тем никто ничего не спросил бы все тебе разрешил человек который ответственный за твой состав тебе сказал да может все эти эти скажу как было вот я написал смотри я еще узнал что ну за сегодня будет шоу-матч понял я узнал это только вчера я уже лежал и я и я спросил у вас состава поменялись или такой же глеб написал вроде такой же здоров я пишу тогда чуть три шафлы будут составы неравные глеб пишет окей я не я не я не я не выделяю глеба нет глеб вали все на меня парня я виноват так ли мне это не писал валить все на меня ты понимаешь ты понимаешь что ну здесь в чате здесь не сидят пятилетние дети после твоей фразы никто к тебе ни одного вопроса задавать не будет понимаешь после того когда ты спросил и поменял состав тебе разрешили у тебя никто ничего не спросит все типа что вы что-то ты по факту просто чуть-чуть вкинул в конце игры за это получил пизды ну про за базар за базар мать смотри бать смотри они думают что я восемь игроков потяну я потяну всего лишь двух тебя лишь двух человек я потяну еще кто-то потянул на язык у меня было пять казахов 4 4 казах все больше никого все 4 казаха и все я забрать это даже звучит страшно ты понимаешь как минимум на вот 4 казах это все это все уже пиздец я это знаю нет смотри у тебя появился состав вела правильно но у меня у меня всего в команде было четыре ну игрока в сильных четыре сильных все все вать и какой-то какой-то не был как как мы можем посмотреть состав а у меня клим здесь клим а ты тут брат клим зайди пожалуйста а клим прям дискорде был а нет не в дискорде сейчас клима нет почему-то там серёга чё-то писал или что я не пойму блять сейчас я я сказал ага вот серёг хочу ты про серёг просто зайди и все я сказал если что что без негатива и не спамлю хуйню никакую в чате это начали мутить такие вещи реально объяснять надо и он реально думать что 15 людей моя аудитория чтобы предъявлять мой чат и акцентировать на этом внимание да блять серёга настолько однако и божий одуванчик понимаешь блять ну что я не знаю на него люблю я ни на кого не обижаюсь хорошо его чат хорошо давай так вот вот представь это шоу-мач делал бы ты вместе с кем-то другим кто-то бы позвал меня я бы например вот смотри у нас например с тобой шоу-мач ты не знаешь а я вот у меня до этого керри был строго а пятёрка был этот скиллзор мы сегодня приходим а у меня я тору керри и мира саппорт и ты говоришь такой а блин а что случилось я говорю ну блин я спросил там у этого он мне разрешил ты говоришь так это же не баланс я говорю а ты нытик ебаный тебе бы это понравилось нет я бы сказал переформировали хорошо двух людей можно играть а когда а когда весь час память что мы но им что мы блять душ не им шум эту всю хуйню и когда и там были бы я тору и мира все бы понимали что это сто процентов выигрышный состав потому что есть нейм и здесь люди не знают многих игроков я уверен что у меня 90 процентов людей из чата не знали и половин какой половины блять 90 процентов профессиональных игроков которые здесь были я уверен что они левант этом увидели многие увидели первый раз даже экземпла увидели первый раз понимаешь просто они знали кого они знали мдес аута и клима не знали они у меня многие из чата думает что идите играйте а вот когда все посмотрели игру тогда уже все поняли что баланса абсолютно нет это тут не очевидно было, понимаешь? Для Клима это было очевидно, потому что он знает все никнеймы. Он сразу сказал, что все, мы не выиграем. А для людей с чата не было очевидно. Им просто столкнулись с тем... Я могу сейчас объяснить. Объясни. Ну, примерно. Я все понял. Ну, Клим, объясни, пожалуйста. Ну, вот смотри. Мы, типа, вот вчера. По факту, по факту, именно если взять, ну вот, мы берем не игру, а имена, ну, и игру тоже. Я собрал суперсильный стак. Ну, типа, тир-один в игре в этой. Да. Опять же, Вадим молодой сейчас не играет, я сейчас не играю, Макс играет. И вот четыре тир-одина играет. Хочу сказать, бывших проигроков не бывает. Допустим. Окей. Да. Вот, восемь человек с десаутом. Да. Как бы так правильно объяснить, чтобы понятно было. Условно, вот, мне предъявляют некоторые за то, что у моих типов геймсенс выше, и в целом они сильнее. Ну, это факт. Возможно. Что такое геймсенс? Как они думают во время игры? Ну, условно, передвижение по карте, что сделать, куда чуть кинуть, куда стротироваться. Это факт, мы видели это в первой игре. Это факт. Да. Но на такого рода шоу-матчах это никак не роляет. Тут не надо прям жестко как-то думать. То есть, условно, вот состав, который был... У Хелена же ведь состав вот этот был? Из всех игроков? Угу. Вроде. Нет, нет, у Ростика и часть у Хелена. Не, у Ростика в ЛА, а у Хелена вот остальные парни были. Угу. Все те, кто был у Хелена, они спокойно также понимают игру. Именно, ну, на том уровне, который, ну, нужен для такого шоу-матча. Так что так рассуждать это бред. Условно, если бы поставить один на один условного Тему экзампла и любого, кто играл у парней, Тёма их выебит. Ну, скорее всего. Опять же, возможно, не в сухую, но вот так. Но не здесь. По факту они просто количеством забрали. Все. Но, смотри, ну, по игре, как сверху, я тебе хочу сказать, что в моментах заметна была разница между игроками. Как ты, как ты, ну, как бы хотел бы скрыть это для своих глаз, я не мог этого скрыть. То есть тот же экземпл, который, ну, у них тоже были такие ребята, тот же Хоба, могу его очень сильно выделить, когда он стоял в соло и кошмарил сбоку, например, на второй игре вчера. И так же самое у них были ребята, этот, Данимон, так же само тоже кошмарил, бегал, не умирал. То есть у них тоже были такие ребята, но, я хочу сказать, например, Леванте было видно, что играет на голову сильнее, чем половина состава. Тот же экземпл, который в центре стоял и не боялся абсолютно никого, стрелялся влево-вправо. Даже вот там в конце, когда посмотреть, как он один перестрелился, он троих успел убить, один. Ну, условно, окей. Возьмем момент с кукушкой на последнем Эрангеле вчера, когда просто Эник заходит в кукушку, убивает всех. Да. Грубо говоря. И сегодня такое же самое было. То же самое. Сегодня то же самое было. Сегодня было сквад. Сегодня в контаке они всех наших убили. На Мирамаре, в Кемпиане всех наших убили. Я не видел, правда, сколько их там было, но я так понял, по минимуму. Человека заехало, где было 10 человек, они просто всех убили. Ну, вот. Просто я не очень понимаю, ну, вот условно, мы играем первый Эрангель вчера. Да. Мы, сколько человек осталось? Человек пять осталось? Да, но. Но. Давай так. Давай будем честны. То есть я буду, типа, я не буду принимать какую-то сторону. Пять человек осталось, но это были все пять проигроков. Да, да. И причем 29 или 28 киллов было у нас, правильно? Да. То есть у соло, двух. Да, вы соло с квадом убили всех абсолютно. Ну, то есть, если говорить про баланс, если бы я кого-то из этих парней не позвал, а были бы еще чатеры, не было бы баланса. Ну, понятно. Если убиваем только мы. Смотри, вторую карту вам очень сильно не везет с зоной. Вторую карту. Вы выигрываете в ноль. Ты смотри, для того, чтобы плюс-минус забалансить составы, они должны были взять, например, еще 2-3 человека максимум, да? Два прям как будто идеально. Два прошника сильных они берут к себе в состав, и у них по сути имеется такой же баланс, как никак. Но прикол в том, что я заметил, я без рофла вам говорю, это типа даже будет немного деф в команду сосовота, я увидел, насколько жесткие типы слева, но они реально, ну, они на другом уровне играют. Как бы что ни говорил про геймсенс, не геймсенс, но они реально играли жестче. Они играют на другом уровне, но этого недостаточно, потому что там количество. Потому что там было 16 человек, там или 15 человек было. Понятное дело, что когда там один, я говорю, вот там был ротейт, когда, вот мы можем взять супер дефолтную ситуацию, блин, у Глеба, наверное, не включен, да? У Глеба, наверное, не включен. Вот, нельзя посмотреть, да? Ага, можно посмотреть игру? Там, короче, был охуенный момент. Когда вы стрелялись на горе, у вас была там в моменте трудность очень сильная. У вас было 5 человек живых. И их было человек, наверное, 10-12. И вам на помощь ехала команда. Боевал, кто-то еще. Если бы эти люди, умея играть, они бы не умерли от одного в 6. Их было 6 человек, их убил 1 человек. То есть, представь, из этих людей было бы хотя бы 3 человека, 4 жестких, да? Они на размен играют, одного убивают, заходят в спину, и вы, получается, просто так убиваете всех в центре, слева и справа. Но там один человек, стоящий сзади, убил всю пачку, в которой ехала Юля. Я просто помню никнейм Юля, типа, и все, которая там была. Ну, то есть, типа, ну, реально массовость зарешала. В чем еще массовость зарешала? Уверенные в себе игроки занимали позиции по одному человеку. Я думаю, ты видел, да? Например, тот же чел с никнеймом Сан... Как это? Седрес Боссу, Боссу, короче, вот этот чел. Я не Бадис, короче. Он занял один локацию, и вас всех ебашил один. И у него 8 киллов. Это которого взяли. Норд Скиф, который, его тоже взяли. Не-не, он вчера играл. А, вчера играл, да? А кого взяли? Мозю взяли, да? Мозю, Норд Скифа, и еще пару ников. Ну, вот он очень жестко сыграл. Очень жестко. Да. Вадик, короче, хочу еще пару слов сказать, и, ну, и все, закончим эту перепалку, да? То, что... Меня слышно? Конечно слышно, да. Да. Вот хочу сказать то, что вот с твоих уст иногда вылетает, когда ты прям взведен. Очень такие оскорбления неприятные на самом деле. Я тебя никогда в жизни не оскорблял. Но вот когда ты обо мне говорил, ты вот прям там выкидывал такие слова, ну, мне обидно, типа, да. И хочу сказать то, что я вот тебя люблю, реально, и ценю. И то, что он тогда сказал эти мои слова, что я сказал, что вы плачете, да? То, что... Ну, я эти слова реально ну, выкинул на эмоциях, говорю. Я виноват. Ну, это, да. Я за эти слова извиняюсь, то, что сказал. То, что по игрокам, Вать, мне просто написали, ну, составы неравные, да. Ну, мне написали, составы неравные, давай сделаем решапку. Я сказал, ребят, ну, как вы считаете, я ничего не понимаю. Все, Вать, ну, тут ни при чем. Так, я... Я говорю, к тебе нет вопросов. Глина Месиш, типов, бедолаг, 2К паблика. Ну, типа, я тоже могу за это извиниться, то есть это не какая-то проблема. И виноватым тебя тоже не считаю. Но я считаю, ты, ты, та бумажечка, понимаешь, та спичечка был, которая вот, которая вот не хватала. и ты вот сделал это сделал. По сути, шоу-мазь? У нас же есть пожарник. Ну, а видишь, в моменте что-то пожарник так без рукава оказался. Да. Вот, как говорится. Пожарник. Не успел. Ай. Чё вы осуждаете? Ребята, ребят, глина, это вот, знаете, что такое глина?